Особое внимание уделили пешеходным зонам и местам, где в новогодние каникулы будут проходить массовые гуляния и развлекательные мероприятия. На бульваре установили праздничную сцену, смонтировали дополнительные украшения и иллюминацию. Каждый год стараются добавить элементы новогоднего оформления, чтобы создать максимально праздничное настроение горожанам. Наша серьезная работа сейчас ведется по украшению нашего городского бульвара. У нас за счет оказания помощи из источников небюджетных были оплачены гирлянды, сейчас на бульвары ведется их монтаж. Мы планируем все работы по доукрашению нашего городского бульвара, центральной части, где будет идти празднование Нового года, новогоднюю ночь, завершить все в ближайшие несколько дней. Я думаю, что мы это все справимся и сделаем, но уже очень красиво все получается. Коммунальным и дорожным службам необходимо навести идеальный порядок, убрать весь мусор, дорожность смет на закрепленных территориях. На некоторых площадках мусор появляется с частой периодичностью. Внутри вот это вот постоянно регулярно пакеты, йогурты, там вот еще дальше. Где у нас Кира Дмитриевна? Да, она самая. Да, она самая, да. Вот это можно как-то оккультурить? А то такое ощущение, как будто здесь взрыв был какой-то внутри. И все, что прилетело, разлетелось, еще и кормежка кошек. Вот это все сфотографируй, на вокзал все отправляй. Хорошо. К сожалению, до сих пор не устранены замечания на железнодорожных станциях 14-й километр и Электрогорск. Прохожие идут и бросают мусор. Нет, это понятно. Мы же не будем за прохожих убирать мусор, потому что они бросают. Это понятно, но у вас вы должны же содержать свой объект в надлежащем виде. Свой объект, но вот это вот то, что идут, мусорят, но как мы будем... Да мы же не говорим, что вы кидаете. Мы говорим по поводу того, что понятно, что жители так же на дорогах и везде. У вас есть зона ответственности, в том числе и к вашему объекту, и в любом случае у вас есть обязанности. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находится дорога на улице Островского, ведущая к ветеринарной клинике. Здесь жители города попросту не доносят мешки до контейнерных площадок и оставляют их прямо на обочине, либо в ближайших кустах. Сегодня, конечно, немножко расстроило под впечатлением. Я увидел сегодня, как у нас ситуация с дорогой улицы Островского, ведущая к ветеринарной клинике. Там по обочинам слева-справа, ну прям совсем помойка. Прям реально расстроился. Хотя мы недавно проводили там субботники. Совсем недавно мы там сделали, восстановили освещение на этой дороге. И сегодня приехали, там практически даже нет ни одного чистого метра квадратного. И оперативно все силы нашей управляющей компании Ленком, ЖК «Север» и ЖК «Юг» были направлены на уборку этой дороги. Сегодня мы хотим ее убрать и привести к Новому году в порядок. Объехали улицы и дворы, дороги, городской парк. Проверили состояние площади Советской, уборку и содержание. Особых замечаний нет. Расстроил вид теплотрассы на улице Ленина. Много мусора и отсутствие изоляции. Все щетки, которые тут валяются, миски, банки, там вот там бардак, там явно за подстанцией. Энергетикам передайте, чтобы здесь порядок навели. До Нового года осталось совсем немного. В городе чувствуется праздник. И все же под завершение хочется забыть о задачах и просто насладиться приближающимся праздником. Глава поблагодарил коллег и всех, кто принимал участие в создании праздничной атмосферы в городе. Очень надеемся, что погода все-таки нас порадует снегом, минусовой температурой, что наконец-то придет в город долгожданная зима. И мы сможем отметить праздник Нового года Рождества действительно зимой, а не вот в такой погоде. Очень будем надеяться, что это будет. И сейчас уделяем массу внимания, полностью, все силы города вместе с администрацией, со всеми учреждениями, брошенные на качественный, высокий уровень проведения всех новогодних мероприятий, поддержание в городе чистоты и порядка и создание максимально благоприятной атмосферы праздника.